желаю всем здравствуйте мы находимся в пресс-рум выставки security russia с нами роман копцев роман и расскажи немножко про себя чем занимаешься в этом году на security russia я нахожусь в качестве уже сотрудника компании перспективный мониторинг группы компаний инфотекса исследовательская компания который занимается исследованием сфере компьютерных атак анализ защищенности информационных систем программных продуктов команда этичных хакер мы себя называем исследователями и мы здесь представлены на стенде группы компаний фотос компания занимается больше чем услугами или продуктами. Основной наш профиль – это исследования, это R&D и разработка специализированных каких-то программ по заказу. Это не разработческая компания, а именно исследовательская. Как в целом конференция? Нравится? Я поприсутствовал в разных ипостачах, наверное, на всех InfoSecurity Russia, кажется, с момента их прихода на рынок. Конференция, к сожалению, пока все еще остается достаточно камерной, но радует, что она все-таки не теряет обороты в плане посещаемости и, как минимум, их не снижает. Залы полные, стендовые доклады даже собирают достаточно приличное количество посетителей. Оно замечено и регуляторами, оно замечено прессой. На самом деле, я считаю, что достаточно все-таки остается эффективной и для посетителей. На каких-то, может быть, еще мероприятиях планируете участвовать или участвовали? Участвуем в мероприятиях, связанных с нашим профилем, но, в частности, поскольку у нас есть свой центр мониторинга в компании, мы планируем участвовать в SOC-форуме, который пройдет в ноябре. Мы там выступаем официальными партнерами. Мы и в прошлом году участвовали, и в этом были. По поводу, опять же, работы компании. Какой-нибудь интересный кейс? Поскольку нас часто привлекают в качестве компании экспертные по проведению расследования инцидентов, в том числе и некоторых нашумевших, мы буквально не так давно расследовали очень интересный инцидент. Планируем даже об этом статью в Би-Жорнале написать. У заказчика была достаточно хорошо организованная система защиты информации, но поскольку атака была целенаправленная и с высокой квалификацией атакующая, она, к сожалению, была успешной и имела достаточно серьезный резонанс. Поэтому то, что атаки становится сложнее, это мы видим на своих заказчиках. Какие-то перспективы по расследованию, может быть, по взысканию ущерба у этого дела есть? Расследование есть. Наши все данные были перевернуты в МВД и запущена процессуальная машина. Вопрос ущерба так не поднимается, а вопрос поиска виновных. Он затрудняется тем, что виновные определены, но это оказалась группировка на территории другого государства. Соответственно, я не знаю, будут ли приняты в рамках международного правового поля какие-то сотрудники и организации, они были не виноваты, потому что атака была действительно целевая, высококвалифицированная и противостоять было очень сложно. Дальнейшие какие-то планы по развитию, по участию в каких-то новых проектах? Что есть? У нас проектов очень много. Вот такие расследования, мы не делаем на них акценты, они, как правило, оказываются в качестве услуги нашим действующим заказчикам в плане поддержания. Мы ориентируемся на то, что предлагаем средства мониторинга, как сервис в первую очередь, мониторинг компьютерных атак, анализ защищенности информационных систем, анализ защищенности программных продуктов и вплоть до внедрения там цикла безопасной разработки. Тоже достаточно интересное направление, которое очень двигает один из регуляторов. А расследование, хотелось бы верить, что у нас будет развиваться эта компетенция более сильно в рамках правоохранительных органов, потому что не так сложно технически решить проблему, как вопрос процессуального характера. Я не по-настоящему знаю, как это делается. А вот по поводу все-таки центра мониторинга, на чем вы строите его и, собственно, кто целевая группа заказчиков? Конечно, мы в первую очередь, поскольку в группе компании «Инфотекс» мы ориентируемся на госсектор, мы ориентируемся на госсопку. И наши заказчики пока это в первую очередь крупные государственные организации. Возможно, в дальнейшем мы выйдем на коммерческий сектор, потому что интерес есть. Мы хотели быть сервисным провайдером, таким большим и толстым, как зарубежные некоторые. Специфика России в том, что далеко не все заказчики готовы отдать свою информационную инфраструктуру за пределы своего периметра. И фактически нужно делать некий продукт. И получается, да, что нужно делать продукт. И в результате нашего R&D родился продукт, который мы передали «Инфотексу», который сейчас будет уже общен как продукт. Система Threat Intelligence. Ну, тема достаточно актуальна. Едет последние два года на Западе. Надеюсь, поедет активно и у нас. Поедет. Поедет. Я абсолютно долго еду. Ну что ж, Роман, большое спасибо, что пришел. Спасибо. Был рад видеть. Ну, а мы заканчиваем этот выпуск БИЗ ТВ. Оставайтесь с нами. Будем рады вас видеть в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok